Слава Богу, братья и сестры! По милости Божией, Господь даровал нам это служение, хоть нас, может, не так много, как хотелось бы, но тем не менее, я думаю, Духом Святым Господь привел нас на это место. Всякие жаждущие, иди и пей. И хотелось бы перед нашей молитвой прочитать вместо Писания, вкратце так порассмышлять и помолиться, чтобы Бог благословил это служение, благословил каждого из нас, благословил все проповеди, которые будут сегодня говориться, песнопения, стихи, возможно, еще там сведество, чтобы Бог побуждает народ свой послужить для славы Божьей, то, чтобы Бог благословил. Вместо из Писания, Евангелие от Матфея, 16 глава. Давайте прочитаем с 13 стиха. Так, чтобы немножко контекст. С 13 стиха. Пришел из страны Кесарии, Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или одного из пророков». Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах». И я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Слава Богу! И сегодня тоже мы пришли на это место, и очень важно, я так сегодня задумывался еще раз и еще раз над этими местами, уже много раз читал и задумывался, но как-то сегодня побудило сердце еще раз перечитать. Мы знаем, что Иисус, еще написано в Марке, по-моему, 3.16, Иисус дал имя Петру Петр, тогда еще, когда он его призвал, да, дал ему имя, которое означает Петр, означает из реческого скала или камень. Скала или камень. Ты, Петр, да. И когда мы читаем это место из Писания, то можно как бы так ошибочно для себя представить, что Петру он говорит, и Петр как будто этот камень, да, что Петр камень, на этом камне я создам церковь мою. Но на самом деле, ну, что как бы Петр глава, что Петр есть основанием церкви и так дальше. Но на самом деле, если мы прочитаем внимательно и исследуем Писание, то мы можем найти еще некоторые места из Писания, которые подтверждаются, что это совсем не так. Так, помните, написано в Ефесянам 5 глава, 2-30 стих. Потому что муж есть глава жены. И дальше написано, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела. То есть написано, Христос глава церкви. Ни Петр, ни кто-то из людей, ни Папа Римский, ни еще Христос. Он же написано глава церкви, и Он же Спаситель. Так? Так, и второе место, это первое, Крайминский, 3-11. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос. То мы читаем, что в данном тексте Христос есть и главой церкви, Христос есть и основой церкви, основанием церкви, этим краеугольным камнем. А почему же тогда к Петру, помните, ну, почему к Петру такое обращение? И если быть внимательным, то Иисус говорит о том камне, на котором Иисус созидает церковь свою. И что это за камень такой? Камень – это слово истины, которое говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. То есть не сам Петр, сам по себе камень. Ну, представьте, сегодня он камень, а через пять минут отойдет меня от стона. Ну, какой это камень? Но Иисус говорит, на этом камне, то есть на камне откровения Слова Божия, на камне истины Слова Божия, я создам церковь свою. Потому что это истина, она утверждает, что Иисус Христос есть Господь. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Он высказал мысль, которая является скалой и основанием, которое заложило основу Церкви Христовой. Потому что Бог ему это открыл. И когда мы участвуем в клевопреломлении, очень важно, я всегда люблю этот текст читать, написано, апостол Павел говорит, я от самого Господа принял то, что и вам передал. Думаю, как сегодня важно. Я беседовал с некоторыми людьми, вот недавно с одним человеком беседовал, у него нету основания Слова Божия. Он как те скажут, как баптисты, как харизматы, как писятники, как другие. И все время он говорит, а вот те сказали. Вот с ним беседуешь, он говорит, а вот те сказали. А вот те говорят так. Я говорю, слушай, а что говорит Слово Божье? И такая каша в голове, что там духовные проблемы уже начались, и сейчас трудно этот узел развязать. То как важно действительно, чтобы основанием было Слово Божье. И поэтому камень относится не к Петру, а к истине, которая была открыта Симону, Петру, от самого Господа. Именно к истине. И для нас сегодня очень важно, мы пришли на это место. Мы пришли в Церковь Господню, послушать Слово Божье. И очень важно настроить свое сердце так, чтобы услышать от Господа и получить то откровение от Него, которое будет положено в то строение, которое мы строим, духовное строение. Не просто, может быть, за кафелью тоже бывает, люди ошибаются. Хотя, не дай Бог, конечно, Божий благословит, чтобы у нас такого не было, но тем не менее, такое есть. Все люди. Но Господи, когда мы приходим с открытым сердцем и говорим, Господи, Ты говори, то Бог обязательно открывает, то ли через Слово, то ли через Псалом, то ли через стих, то ли через личное молитвы, общение с Богом на этом месте. Бог открывает. Но это все должно согласовано быть с Евангелием Словом Божьим, со Словом Божьим, потому что это вернейшее пророческое Слово. Если не согласовано, то это значит нет Бога. И когда мы так поступаем, когда мы утверждаемся и растем на этом, не то, что там сказали или там где-то я увидел, а на основании Слова Божьего, на основании откровения от Слова Божьего, на основании истины Божьей, то написано, церковь, ведь она столб и утверждение истины. И написано, Иисус Христос сказал, что врата ада, что? Не одолеют. Они действительно не одолеют, когда мы будем строить на этом основании. Если мы будем строить на песке, на каких-то человеческих домыслах, вымыслах, еще о чем-то, баснях, возможно, еще падет. Но когда строить на камне, на основании Слова Божьего, на основании, на Иисусе Христе, да, что Он Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, и держаться этого до последнего, то врата ада не одолеют. И так же написано, что познаете истину, и истина сделает вас свободны. Когда мы принимаем эту истину в сердце, когда Господь открывает, и мы принимаем, то она освобождает нас изнутри. Скажете, а что я не свободный? Ну, мы все, Бог нас освободил. Но есть такие вещи тонкие, которые, Слово Божие написано, оно проникает до разделения души и духа, да, судит помышление, намерение сердечное. Бывают такие вещи, которые даже нам, они скрыты, но в определенных обстоятельствах они открываются, и ты понимаешь, Господи, тут еще надо поправить. Вот я рассказывал, что был карантин, когда, ну, в церкви был карантин, и у меня был, потому что я тоже болел этим коронавирусом. И вы знаете, Бог начал так через Слово дома говорить, когда уже все, температура, все прошло, обратился к Слову Божьему, до этого тяжело было. И начал Бог говорить. И вы знаете, увидел я и в себе, что нужно покаяться, и покаялся в тот момент. Увидел, к чему Бог готовит, увидел, к чему Бог, как бы, к чему ведет. И так это сладостно, быть вообще не с Богом, как будто, ну, вроде бы болел, да, с одной стороны, а с другой стороны, использовался это время, и Господь давал нужные слова и откровения для того, чтобы, пока я в этой изоляции, от суеты, от всего, мог сблизиться с Ним и понять даже свое сердце, увидеть свое состояние пред Ним. и пару таких моментов. Как же строить все-таки правильно нам свое строение? Как же нам правильно строить свое строение? Первый момент – это общение с Христом. Личное, тесное общение с Христом. Когда наедине с Ним. Помните, написано в Писании, тут же, в этих главах, «А ученикам наедине изъяснял все». Я думаю, Господи, как это хорошо, когда ты и Бог без посредников, без кого-то еще со стороны, и Бог открывает, то эти слова не столько запечатляются в сердце. Я вот перечитываю вроде Библию, даже вот, когда был на этой, ну, когда болел. Ну, уже сколько раз эту Библию читал? Те места, да. А тут как-то по-новому, ты как, знаете, как открылась тебе, вот точно, ты же думаешь, я уже знал это, я уже читал это, тут раз открылось, и ты понимаешь, Господи, вот оно. И эти слова, они в сердце запечатлеваются настолько, что они, ну, являются питанием и тем строением, которое Господь строит, потому что оно незыблемо, потому что оно основано на Слове Божьем, и потому что оно твердо стоит. И несокрушимо. И когда приближаешься к Богу, когда стремишься к Нему, то как важно получать от Него откровение, от Него личное откровение, не значит, что это какие-то, Дух Святой не будет говорить о чем-то таком, что не написано в Слове Божьем. Да? Прежде всего, Слово Божье, вернейшее пророческое Слово. Если Господь открывает, то либо открывает ум, разуме ее описание, либо дает направление в том действии, где нам как поступить в той или иной ситуации. Но все оно не противоречит Слову Божьему. И когда мы так идем, то настолько как-то проще становится в жизни. Тебе не надо кого-то искать, бегать. Ты в той ситуации, когда у тебя какая-то ситуация случается, ты не мечешься с одного угла комнаты, помните, за какого-то царя, так было сказано, с одного угла комнаты, в другую, и не искать выхода, куда Руслан пропадал как-то за Саула, который обратился к этой волшебнице, от безвыходной ситуации. Почему? Потому что он не строил отношения с Богом, и Бог уже с ним не говорил. А очень важно получать от самого Господа. И тогда, когда мы от самого Господа получаем, то и другим можем передать то живое Слово и быть теми домостроителями Царства Божьего. И когда еще, еще такой момент, когда Бог говорит, что-то открывает, то еще очень важно это слово принять. Принять это слово. Вот Бог говорит, понимая, что Господь говорит, важно его принять и применить в своей жизни. Принять. Потому что мы видим места Писания, которые говорят о том, что были люди в Писании, это и пророка Иеремии там приходили к нему спрашивать, и в другие места еще. Бог открывал, а они не принимали, потому что хотели жить по-своему, потому что так нравится, потому что надо чем-то жертвовать ради Христа и Евангелия. Так неудобно. И я привык так. Но когда мы принимаем эту Иерусину, то следующий этап, чтобы наше строение было стройно, чтобы наше строение было правильно, и чтобы когда придет день злой, день испытания, чтобы оно твердо было и устояло. Открытое исповедание. Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. А открытое исповедание это что? Это не только слова, а еще и жизнь наша. Когда люди написаны, видя наши добрые дела, прославив Отца нашего Небесного, то пускай Бог благословит сегодня настроить наши сердца, быть внимательными, быть внимательными к слышнему. Помните, чтобы быть внимательными к слышнему, чтобы не отпасть. И Господи, я помню, у меня и жизнь так было. Я пришел, у меня была нужда. Я сказал Господи, Боже, скажи мне сегодня слово на этом служении. Скажи. Одно, один проповедник, ничего. Второй проповедник, ну, слово говорится, в общем, оно созидает. Но конкретно мне не говорит на мою ситуацию. И в конце уже, по-моему, или за нужды, или объявления были, брат выходит, и вот просто прочитал местописание, как будто, знаете, не то, что не в попад, но когда оно так, прочитал и все. И дальше там, или за нужды, или объявления, я не помню. А у меня раз это слово коснулось, и вот этот ответ. Я думаю, как важно и до конца быть внимательным, как важно ждать. Возможно, Бог не сразу скажет. Помните, ученики плыли в лодке, а Иисус пришел не в первую стажу ночи, не во вторую стажу, а в четвертую стажу ночи. Не сразу. Но когда получаешь, то понимаешь дальше, как действовать, как поступать. И приходит такое наслаждение внутреннее и благословение в жизни. Поэтому мы помолимся из-за этого служения. Дальше, если сегодня будет, и братья сегодня говорят, и песнопение будут, чтобы мы были внимательны. Чтобы мы были внимательны. И просим, Господи, говори к нам сегодня. Говори. Не важно, кто будет говорить, тот брат или этот. Не важно. Сегодня у нас группа есть, слава Богу, прекрасная. Но дай нам, Боже, даже в псалмах, даже в малом, даже в стихе каком-то, сверилистом, в малом, проговори к моему сердцу, чтобы мы получили для себя ответ. Я уверен, Бог сегодня скажет. Кто внимательный, Бог скажет. Давайте помолимся об этом. Субтитры подогнал «Симон»